А может люди хотят проголосовать за другого кандидата? Может другой фонд хотят эти деньги отдать? Адильхан Шинтасов, житель Кордайского района Жамбулской области, утверждает, что Аким района собирал с предпринимателей деньги на президентские выборы. По его словам, Аким встречался с каждым лично и спрашивал, поддерживаете ли вы политику президента Токаева. Услышав положительный ответ, просил перечислить 500 тысяч деньги. Мы начали спрашивать, для чего? Он сказал, что это будет фонд Токаева президента. Ну мы, честно говоря, мы очень поддерживаем президента тоже. И решили отнести. Но когда мы его отнесли и отдали эти деньги, мы поняли, что нас обманули. Оказывается, такого фонда вообще не существует. Мы поняли. По словам Шинтасова, в Кордайе есть небольшой рынок и столовая. Всего там работают около сотни человек. Оценив действия Акима района как давление, предприниматель пожаловался Акиму области и в управление по борьбе с коррупцией. Но, по его словам, безрезультатно. Это вы сказали, что ваша принципиальная позиция – это поддержка отечественного бизнеса. Это же вы сказали, что надо ослабить репрессивный характер, контролирующий органов на предприятиях и малых бизнесах. Ну, что творится в нашем районе? Это в Ахканале, чисто в Ахканале. Вчера, сегодня, завтра. Решим, ага. Эту аудиозапись из Атыку предоставил директор базара Боуэрхан в Кордайе. По его словам, он записал разговор на диктофон в приемной Акима 17 октября. Грозили, что снесут этот рынок, что там будут построены арбат, фонтаны. Поэтому немножко я волновался, немножко под страхом был, и пришлось выделить деньги. Но, правда, я уже отдал не 500 тысяч, а 300 тысяч. Сегодня кордайские предприниматели приехали в Астану и подали жалобу в антикоррупционное ведомство. Аким Кордайского района их обвинение опровергает. Он настаивает, что денег на выборы ни у кого не просил. Бизнесмена Ботбаева не знает. Голос на аудиозаписи ему не принадлежит. А в фонде Тукаева он тоже ничего не слышал. Ранее на казахстанском сайте «Ротель» была опубликована информация о том, что бизнесменов принуждают сдавать деньги в избирательный фонд президента Тукаева. Реакции за Корды на это не последовало. В штабе Тукаева сегодня не ответили на звонок Азатыка относительно жалоб бизнесменов из Кордайского района. Досрочные президентские выборы назначены на 20 ноября. Помимо действующего президента Тукаева, для участия в них в качестве кандидатов зарегистрировано еще пять человек, малоизвестных широкой общественности.